Всем привет! Сегодня хочу рассказать о двух баночках, которые вываливаются из пакета. Я не снимала, наверное, сколько? Месяца полтора, наверное, не снимала я пустые баночки. Как всегда светит солнце. Пришлось мне сесть по-особенному перед оконной рамой, чтобы у меня прям в глаз не светило. Вот. Пустые баночки, пустые баночки. Много-много всякой фигни, поэтому надо уже начать. Первое, что было, это Yoestu Cucumbers. Это шампунь. Он вообще-то был, по-моему, для окрашенных волос. Его покупала моя мама. Ну, раз, не знаю, 5, 6, 7, 8 я им пользовалась. Ну, обычный, обычный такой шампунь с... Здесь написано, главное, на втором месте с содиум-кокосульфат. Ну, в общем, в связи с сульфатой, вся фигня. Ну, есть и масла, ну, всё это, знаете... Пишут, что он без парабенов, натуральный 99,8%. Не знаю, я глубоко сомневаюсь, что он такой натуральный. Самый обычный шампунь. Не произвёл у меня впечатление. Следующее, что было, это от Коррес. Гель для душа с манго. Тут вообще просто ноу-ноу-ноу. Всё ноу. Ничего не содержит плохого. Ой, хороший. Он хороший тем, наверное, что... Как будто... У него такая консистенция довольно-таки жидкая. Такая, но не очень густая. Он такого красивого мангового... Светло-мангового царета. Очень приятно пахнет, очень натурально. Ну, кожу не сушила. Насчёт натуральности, ну, тоже, знаете... Запах просто. Запах приятный. Мне понравился. Следующее, что было, конечно же, это лосьон от Калоранс Ирис. 559-я бутылочка. Уже я не знаю, что о нём рассказать. Тонизирующий лосьон на каждый день. Классный. Ничего плохого. Не знаю. Сейчас опять я купила Невея, который я всегда покупаю ему на смену. Не знаю. Это Невея. Такие там листики какие-то. Он тоже зелёный какой-то травянистый. В принципе, больше я не встречала. Просто не помню, как он называется. Следующий это был отшелушивающий скраб против жирного блеска. Мори пруд, гранат, витамин С. Он был у меня в комплекте с гелем для душа. Ну, это, знаете, такая... Такой скраб, который не скраб. Это чисто на каждый день вот им можно пользоваться. А именно что-то там мега-мега классно от скраба. Такого нет. Следующее, что я выбрасываю, к сожалению. Ну, тут просто проблема какая-то. Это Maybelline тени, мои любимые. Это вторая моя палетка такая. Первую покупала давно. Эту мне отдала мама. В общем, не знаю, сейчас они вообще продаются. Нет. Вообще, я обожала эту палетку. Но почему-то, когда я в уголок глаза накрасила этот цвет. Буквально, прямо пару дней назад. Этот цвет, конечно, вообще очень красивый. Ну, солнце, летом солнце. Я не знаю. Не знаю, как его показать. В общем, он такой красивый. Весь переливается. Такой яркий. Но, когда я его донесла, мне жутко начали чесаться глаза. В общем, полдня я промучилась. Потому что я уже ушла из дома. И, в общем, все это началось. Именно вот здесь вот где-то все начало мне чесаться. Да, в уголках. Такое, как у меня впервые. Ну, тушь. Сто процентов нет, потому что тушью я постоянно этой пользовалась. А эти тени, ну, знаете, там раз в два-три месяца я достаю их. И, ну, в общем, я думаю, что это они. Может быть, правда. Не знаю. Метод какой-то суреугодности-то. Угоден до смотрения на упаковке. И где есть на упаковке написано. Не вижу. Я думаю, что просто на самом деле суреугодности вышло. Вообще, я не верю, что у сыпучих предметов, там, у теней как-то что-то может сильно измениться, испортиться. Не знаю. Ну, в этом случае вот лучше, я думаю, что выкинуть, чтобы не мучиться. Может, блест. Не знаю. Что-то не то. Следующее – это не сварить такой пробник. Это лосьон для лица с оливой. Такой хороший лосьон. Довольно. Хорошо он так увлажнял. В нем явно содержатся какие-то масла. У него такая густая как бы текстура. Ну, за окном, конечно же, что-то происходит. В общем, хороший такой лосьон. Но, честно говоря, на каждый день я такие не люблю. Я люблю более такие водянистые. Такие густые. Как-то не очень. Следующее. Вот это, кстати, мое разочарование. В общем, я так жалко. Это тушь от Миша. Что это называется? А Кэт Волиум называется. Красивый дизайн. Мне ее посоветовали. И даже, по-моему, в каких-то отзывах я говорила, что она мне нравится. Она мне нравилась буквально пару дней. Может быть, неделю. Она такая, в общем, очень много ворсинок. И прямо это видно, что все... Короче говоря, видимо, надо закрыть. Каману, извините. Вот. Это вообще ничего слышно не будет. Очень много-много-много ворсинок. И, в общем, когда это все наслаивается, она вообще быстро загустела. А, во-вторых, вот эти, когда ворсинки начинают их наслаивать, то вот это как-то мега-мега-мега... Ну, как-то... В общем, они какие-то очень склеенные уже, очень ненатуральные. И даже, окей, эффект накладных ресниц, он все равно ужасный. В общем, это тушь как-то... Не советую. Мне вот вообще никак она просто. Выброшенные деньги. Выбрасывают, наверное, крем от Catrice. Очень давно стоит. Еще подарили его на презентации. Это было так давно. Вообще, с другой насти нормальный. Но это оттенок 010. Light Beige. Ну, это такой Light Beige, знаете, ну, я не знаю. Для меня это очень темный оттенок. И когда я становлюсь загорелой, все равно у меня какой-то другой оттенок. Он очень оранжевый, что ли. Не знаю. Если будет видно, но... Не очень. В общем, не очень. Все, не очень. Мне нравится. На самом деле, я, может, ничего, но оттенок вообще какой-то кошмарик. Дальше выбрасываю Clorance Ever Matte. 112 оттенок. Тоже мне его подарили. Тоже еще срок годности в норме. Но это вообще-то супер негр. Самый пистолетальный крем нормальный. Я им могла пользоваться только когда я приезжала с моря. И первые вот три дня, когда супер такой загар очень сильный. Вот первые три дня, там четыре, им можно пользоваться. Потом, ну, потом это смотрится все жутко неестественно. Не знаю, здесь при этом освещение видно, не видно. Но он очень темный. Как бы, поэтому... И подарить мне тоже его некому отдать. Потому что, ну, такие цвета, знаете, все очень беленькие у меня. Следующий выбрасываю блеск от... Тоже открытый рис. Хороший, кстати, блеск был, но он начал течь. Он начал вообще все у меня пачкать. Все коробочки, в которых хранятся блески. Это нектар-голост. Это, на самом деле, такое было... Такое было желе. Очень приятно на губах. Абсолютно не липкая. Очень, ну, не знаю, прям комфортно так она чувствовалась. Но вот все течет. И все вообще... Упаковка ужасная. Следующая... Ой, это вообще супер штука. Смэшбокс, фотофиниш. Праймер. Такая миниатюра из коробочки. Очень просто праймер. Во-первых, он перекрывает, как бы, оттенок вашего века, да? Ну, как бы так. В общем... Здесь уже ничего не осталось. Короче говоря, он очень похож на консилер. Тут не видно. В общем, да, вот тут, ну, даже цвет у него, да, как у консилера. Он так хорошо выравнивает вашу поверхность. Хорошо все держится. Хорошо растушевывается. В общем-то... Могу посоветовать вот эту базу от Смэшбокс. Отлично. И стоит она, я думаю, что не очень дорого. Дальше бальзам от Этюд Хаус, который похож на Иос. На яичко. Но... Ну, я им пользовалась, мучилась. Абсолютно никакого увлажнения. Ну, приятно пахнет, но... Не знаю, ну, какой-то просто пластмасской я вожу по губам. Очень мало продукта, во-первых, переносится на губы. Во-вторых, вообще никакого увлажнения. Не понравилось мне это средство. Дальше выбрасываю такую миниатюру от OPI. Ее там осталось на 3 грамм улечки. Уже невозможно накрасить. Кисточка не дотягивается, и он загустел. Цвет был красивый. Какой цвет не знаю, потому что была такая коробочка миниатюр. И на них на самих не пишут названия. Все было на коробке. Следующий выбрасываю лак от ESSENCE, COLOR AND GO. Он какой-то стал... Неоднородный у него стал цвет, он поменял свой цвет. Тем летом я им пользовалась, то есть, ну, практически, там... Год он простоял. Это был слорец 8 оттенок. Очень классный, не знаю, на солнышке вам показать, да? Классный оттенок. Красивый. Дальше был у меня такой гель для душа, блюбери от Cephora. Такая большая баночка, но, смотри, она небольшая. Ах, хотя, не знаю, 265 мл в общем. Обычный гель для душ, такой водянистый, но приятный пах. Больше не куплю, но только если другой какой-то аромат. Дальше закончилась у меня такая миниатюра, кстати. Тоже из этой серии. От Cephora Blueberry. Это с черник голубика. Что-то такое очень вкусно пахло. Вообще, мне нравятся вот эти их ручки. Они так фруктово-конфетно пахнут. Но иногда можно воспользоваться. Дальше от Buston Body Works. Такой санитарайзер немножко осталось, но он надоел уже просто. На работе у меня стоял. Теперь я не работаю на этой работе, поэтому всё выкидываю. В общем, такой тропический нектар. Это ещё старые как бы версии. Сейчас вот как новинки, их не так пахнут спиртом. Это вот всё-таки ещё есть такой запах, не очень приятный. Сейчас у меня вот с грушей. Кстати, заходила бы с самим Body Works. Так всё хотелось. Но я была бедна, поэтому... Там, кстати, много, очень много саренчиков новых вышло. Новые санитарайзеры. Новая серия. Вообще безумно вкусно пахла. Прям при входе она стоит. Что-то там с малины, сежевика. Не знаю, какие-то ягодки прям вообще очень классные. Но не будем отвлекаться. Дальше. Выбрасываю блеск от Essence. Там вообще сливается. Его не видно. А это какая-то серия Crystallized. В общем, 100 лет недавности эта серия. Честно говоря, я им не пользовалась. Вы знаете, раньше вот это было... Новая серия, с нас надо брать всё. Ну и сейчас я как-то спокойно могу, ну что-то купить. Его, в общем, даже не видно будет. Он такой на белой основе. Какие-то оранжевые блёсточки. Какая-то, в общем, туфта. Ну, представляете, белым блеском всю губу намазал. Не знаю, в чём я думала. Ну, дальше закончилась у меня Dior. Такое желе. Это была какая-то лимитка 0,47. Очень классное желе. Честно говоря, я хочу ещё себе. Именно не блески, да, и блески у меня тоже есть. А именно желе от Dior. Потому что это какая-то вообще невероятная текстура. Очень приятно. Приятно на губах. Приятно увлажняет. Ну, в общем, не знаю. Очень-очень классно. Всё мне нравится в нём. Тут стандартная обычная кисточка. Наконец-то закончила. Дальше. Закончился у меня лак от Essie. Pitch Dye Kiri. Видимо, это был мой самый любимый оттенок. Ему, может быть, осталось сделать вот столько, но он уже тоже загустел. Кисточка не дотягивается. То есть, ну, 85% лака я использовала. Считаю, что этого должно хватить. Номер 72, Pitch Dye Kiri. Классный, классный цвет. Вот сейчас у меня тоже какой-то похожий на ногтях. Ну, нравится. Лак есть. Я ещё посчитала, у меня 15-16 штук. И мне надо ещё. Ой. Ну вот. Дальше. Что у нас там дальше? Штучка вот эта я вам показывала 6 в 1 от Annie. Она вообще как бы персценировалась как сушка, как база, как блеск. Я не знаю, но я покупала её как сушку, как сушка абсолютно это фигня. И я решила использовать как базу. И как база у меня очень порос средств. Лак намного, ну, значит, намного дольше. Просто лаки, которые держались раньше у меня день, держались на них два. Ну, для меня это уже хороший результат. В общем, хорошо, хорошо на этой базе держатся лаки. Мне понравилось. Следующая смывка от Риммель. Не знаю, вообще, наверное, ну, должна продаваться же. Просто мне её подарили. Я что-то в Риммеле купила. А, ты, наверное, крем я свою любимую купила. И за это мне подарили эту мицеллярку. Давно это мы говорим в Гоше. Типа она Waterproof Mascara Oil Free. На самом деле, приятная водичка. Очищает ничуть не хуже. Ничуть не хуже. Мицеллярной воды от L'Oreal. То есть, ну, вообще, никаких проблем. Хорошая смывка. Дальше, 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 дальше. Покажу вам тушь Giordani Gold. Она у меня была когда-то в фаворитах. Она мне очень нравилась. Ну, к сожалению, туши рано или поздно засыхают, заканчиваются. У неё очень классная кисточка в виде ёлочки. Удобно её было прокрашивать. Никаких проблем с ней не было. И просто уже засохла. Любимая Шанель, леволюмная Шанель, миниатюра. Это была третья или четвёртая миниатюра. Пора уже купить мне полную версию. Такая кисточка. Многие её любят. Тоже никаких вопросов у меня к ней нет. Никаких проблем с ней нет. Дальше я выкидываю лак от Essence. Старая-старая серия. Какой-то фиолетовый. Ну, уже, уже, ну, сто лет. Сколько можно. Закончился ещё один лак от Rimmel. В смысле, что вот какие-то два у меня одинаковые лака закончились. Это Clarissius. Мой любимый цвет. Долго я им пользовалась. В общем-то, люблю я такие лаки. На самом деле, наверное, вот, ну, чаще всего, да, я, у меня много цветов, но чаще всего меня можно увидеть с такими какими-то коралловыми ногтями. Вот, так что же, закончился. Хороший лак, мне нравятся те кисточки, нравятся те лаки. И всё супер. Мне кажется, мне надо передвигаться. Солнце куда-то двигается. Закончилась вообще эта мега-мега вещь от Aqualine. Раньше часто продавались гели для души, духи. Раньше я их видела в Олезе. Сейчас не знаю. Вот эту штуку вообще, этот спрей я покупала в Италии. А было ли это лет 550 назад? В общем, я это использовала просто комнату. В комнате обрызгала и на себя летом. Это безумный вообще какой-то бешеный аромат маракуйи. Такой сладкий, приятный. Ни капельки алкоголя не чувствуется. То есть, ну, это вообще... Этот спрей, он лучший из лучших. Я не знаю, если вы где-то видели такие спреи, уже скажите. Я бы, честно, я бы себе купила ещё несколько штук таких. Это вообще мега вещь. Невозможно расстаться. Супер, супер штука. Вот, ещё поближе. Так всё выглядит. Просто бомба. Дальше, ой, дальше какие-то, знаете, всякие лаки от Essence. Какой-то топ, какой-то бежевый. Я так говорю, отслаивает. Ну, просто... Просто им сто лет уже они меня бесят. Я им не пользуюсь. Отдавать я их тоже никому уже не буду. Дальше я выкидываю пудру от Givenchy. Вот так она выглядит. Ну, я ей нормально попользуюсь. Осталось не очень много, но... Она уже всё. Она вообще уже не набирается. Она уже... Я её и скребаю, и что-то... Уже всё, уже... Вот не набирается она. Просто... Проводишь... Ну, кисточка без продукта. Вообще, изначально была она хорошая. Но, может быть, тоже срок годности вышла. Год я явно пользовалась. Поэтому тоже пора прощаться. Дальше закончился у меня такой аромат. Нина Ричи. Это всем известное яблочко. Ну, классное яблочко. У меня сейчас ещё одно такое есть. Ну, просто приятный запах. Не знаю. У меня он с чем-то ассоциируется. Ну, с чем, честно говоря, как-то... Не знаю. У меня с Германией. Не знаю. Почему-то вот с каким-то путешествием. Видимо, когда-то у меня ещё был такой аромат. Потому что это явно не первый у меня бутылёк. На Новый год мне мама подарила. Ну, такой. Ну, классный. Не знаю. Хороший запах. Дальше. Гель Катриз для бровей. Ну, просто уже грязный. Очень тоже давно им пользуюсь. Уже, наверное, срок годности нет. Срок годности нормальные. Ну, тоже. Сто лет в обед ему. Здесь, конечно, очень интересная кисточка. Не как обычно. Ну, как у души. Здесь и длинный ворс. Есть и короткий. Удобно им было пользоваться. Но сейчас я пользуюсь гелем от Lumineo. Lumineo лучше. Аксация. Здесь не очень хорошо. Он держит такие брови. Дальше. Бальзам Nivea. Сослово становление. Классный бальзам. На ночь всё время им пользовалась. Ну, достойный продукт. Дальше закончился аромат. Это у меня Lady Million. Тоже всем известный. Не знаю, много у кого он есть. Но он мне нравился, нравился. И сейчас он мне нравится. Но просто он тоже хочет что-то новое пробовать. Возможно, я и куплю его себе. Ну, классный. Не знаю. Прям такой... Какой-то тёплый как-то. Не знаю. Сложно, сложно его описать. Интересно. Дальше у меня был бальзам Ios. И он мне... Когда он мне пришёл, в общем-то, он пришёл в таком вот виде у меня. Тут было две половинки. Я его выковыривала, выковыривала с этой половинки. Мне всё это дело надоело. Ну, это Summer Fruit, по-моему, у меня. Надо заказать просто нормальный. Ну, вот это всё ногтями там ковырять. Он очень хорошо увлажняет. У него очень приятный запах. Мне, на самом деле, понравилось средство. И, кстати, видела, что на Pudra.ru по 320 рублей у них есть. Всё, я мечтаю. Тут нужно им заказать. Надо будет вот заказать себе бальзамчик. Дальше бросаю... Сколько это у меня уже? Миллион? Миллион минут. Да, Горнышатник. Тоже был этот безумный какой-то бум на них давным-давно. Ой, посмотрите, вообще, какого цвета стала моя рука. Посмотрите. Как потемнёт тональный крем. Просто вообще жесть. В общем. Был этот бум на Jumbo и Pencil. Но я ни разу, ни разу я не воспользовалась. Они яркие, они красивые. Но как-то я... Можно, конечно, в виде подложки их использовать. Не знаю, может, как в виде хайлайтера. Но как-то рука никогда мне не тянулась. Никогда я не вспоминала про них. В общем, лежат они у меня уже года два, наверное. И... Не знаю, может, белый оставит, кстати. Под бровь хороший. Ну, не знаю. Белый оставит. Я просто посмотрела, он такой яркий. Под бровь, может, его... Ну, как-то. Дальше закончился карандаш от Essence. Очень мне нравился. Long Lacing Eye Pencil в оттенке 08. Touch of Glam. Такой фиолетовый, красивый. Вот он фиолетовый, насыщенный, с красивым переливом. Отличный. Вот у меня всё, что там осталось. Удобный был рисовать. Не знаю, всё классно. Продаются сейчас или нет, тоже. I don't know. Крем для рук от L'Occitane. Миниатюра, вишнёвый цвет. Хороший крем, но... Сама я такой никогда не куплю. Я считаю, что никакой-то этот несоответственный... Несоответствие цены и качества. Слишком он дорого стоит. Но какого-то мега результата я абсолютно не вижу. Поэтому не куплю. Дальше, дальше, дальше. Выкидываю от Melvita. Такая вот экстрадинарная вода. Я ей пользовалась. Но я, к сожалению, вышла в срок годности. Нет, он не вышел. Сам банан. Просто 6 месяцев можно открыто держать. Она у меня уже, не знаю, месяца 8-9 стоит открытая. Мне кажется, там кто-то пошёл с ногом у меня. В общем... Масло Мироли, эфирное. Классно увлажнял. Такой густой лосьон. Но... Но ещё раз не куплю. Хорошо, он увлажняет. А на зиму классно. На лето я бы не посоветовала. Такие были пустые баночки. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте свои комментарии. Всем пока.